Приветствую всех, кто смотрит мой YouTube-канал и хотел бы дать несколькие сюжеты, думаю, они сегодня для всех будут актуальны Первый сюжет, который хотел бы вашему вниманию представить, тему, которую раскрыть это, я думаю, она касается сегодня десятков миллионов это тема пенсии В целом, пенсионной системы Украины и как может она работать сегодня какие у нее возможности будут на завтра, кому чего ждать что ждет пенсионеров, что ждет тех, которые рано или поздно станут пенсионерами Единственное, может, это неинтересно молодежи, молодым людям, юным людям которые еще сегодня имеют, скажем, до 45 лет а все остальные, кто свыше 45 лет, в принципе, молодежи тоже потому что имеют своих родителей и, естественно, что родители на пенсии выжить не могут, основная часть для всех остальных это очень будет актуально Итак, сегодня в стране порядка 11,5-11,7 миллиона пенсионеров То есть это люди, уже отработавшие основной свой жизненный ресурс и, естественно, они хотели бы получать какое-то вознаграждение за те силы, которые они отдали этому государству, этому обществу ну и сатисфакцию тех денег, которые у них забрали когда они работали в виде начислений социальных, пенсионных и так далее на их заработные платы А надо сказать, что они были очень велики в те времена они доходили до 50% были периоды и больше одной трети было, и 40% То есть надо говорить, что люди отдали очень много денег в так называемое солидарное общественное корыто из которого им теперь этих денег практически в виде пенсии не дают а если и дают, то очень мало и этих денег практически не хватает даже на самовыживание Возникает вопрос Ну хорошо, а что же предлагает эта власть бандитская в государстве стационарного бандита которая возглавляется, мы знаем с вами, это кланом семьи Порошенок на подхвате у них такой подкланчик Гройсмана там и прочих его всяких деятелей и типа Ревы и других и мы видим, что они заявляют они, эта группа особенно очень активна сегодня Гройсманско-Ревенская они заявляют, сохраняя солидарное корыто которое было при социализме пенсионное но поскольку денег в пенсионном фонде нет он практически почти уже на две трети находится на госфинансировании через государственный бюджет то не мудрствуя лукаво, что придумал вот этот деятель Рева он говорит, что теперь будем делать следующим образом ну вы знаете, что они сделали так что практически сегодня гражданин Украины которому пришло время становиться пенсионером он по сути пенсию получить уже почти не может потому что ему надо там столько десятилетий отработать на каком-то предприятии на каком-то рабочем месте что по сути пенсию он себе заработать как таковую не может ну а те, кто заработали пенсию они тоже жить на эту пенсию не могут потому что в стране наблюдается все время девальвация национальной денежной единицы то есть что такое девальвация? простым языком это обесценивание денежной национальной единицы, гривни и естественно, что сколько бы ты в гривне не заработал вот твои тысячи по мере обесценения гривни превращаются фактически в напечатанную туалетную бумагу не более того а если учитывать, что девальвация обесценения гривни в Украине происходит каждый год а это с девальвацией всегда идет в руку инфляция нога в ногу и рука в руку то естественно, что сколько бы ты ни работал и какая бы у тебя пенсия ни была а ее все равно у тебя реальной ее покупательной способности не будет она все время обесценивается, уменьшается то есть вот такую инновацию они придумали поэтому сегодня человеку, чтобы заработать пенсию ему там лет 40 надо работать он думает, зачем мне это работать столько людей не живут потому что если он начнет работать где-то в лет 20 то плюс 40 это 60 и он выйдет на пенсию и максимум проживет даже если 10 лет может даже чуть больше то по сути он работал, отчислял на пенсию 40 лет или больше а попользуется этой пенсией максимум 5 может вообще не попользуется а если попользуется 5, 7, 10 лет то есть это чистый грабеж то есть мы должны говорить, что нынешняя система солидарная, оставшаяся от коммунистического времени Советского Союза, тотальная госсобственность и она себя полностью изжила корыто это что же предлагает теперь то, что они предложили, что надо увеличить рабочий стаж чтобы получать пенсию это фактически та же система коммунистического грабежа которая себя абсолютно в условиях капитализма частной собственности, рыночных отношений и предпринимательства она себя абсолютно не оправдывает и является очень вредной и не имеет смысла в такую систему не субъективизированную в это корыто вносить свои деньги зная, что ты ими этими деньгами не воспользуешься поэтому понятно, что люди и предприятия и собственники частные не хотят отчислять туда деньги ни те, кто у них работает ни те, кто эти предприятия имеет потому что воспользоваться ими практически будет все равно невозможно что предлагает теперь Ева потому что они привыкли к Гройсмана правительства и Порошенко они привыкли жить только за счет кредитов внешних кредиторов МВФ американцев, Европейского Союза и так далее он говорит, ну вот давайте придумаем так теперь что пенсии будем платить только тем, кто не работает а те, кто работают после выхода на пенсию они не должны пенсии получать что это означает? ну первое, это означает официальное признание Гройсманам и его подельниками что они полностью уничтожили уже любые источники для существования пенсионного фонда и сегодня пенсионный фонд Украины и сопутствующие все фонды это фонды банкротных и они наполняться не будут это раз второе, что солидарная система вот этого единого корыта она, эта модель успешно уже, как говорится, обрушилась и добегая кинься то есть она уже не в состоянии даже уже при всех ее извращенных модификациях содержать вот эти 11,7 миллиона пенсионеров третье, это означает, что практически как таковых пенсионных денег становится все меньше и надо ее финансировать из госбюджета тогда получается следующая ситуация что коммунисты или социалисты вместе с таким же, как он Гройсман они правы с точки зрения коммунистической логики почему? потому что когда Рева говорит, что они предлагают сейчас финансировать то есть или только пенсию или только зарплату то они мыслят чисто по коммуносоциалистически когда была государственная тотальная собственность и когда все работали в одном государственном советско-социалистическом бараке но эти предложения абсолютно не выдерживают критики с точки зрения капитализма как такового или модели народного капитализма который я представляю, который мной разработан для Украины, то есть для среднего класса частных собственников, предпринимателей почему? потому что почему Рева лукавит? когда он говорит, что будут платить только или пенсию, или зарплату то он показывает полную свою бездарность, глупость, некомпетентность не знаю, если это он умышленно делает то это преступность он показывает когда не должно быть то есть когда человек не должен получать вот он вышел на пенсию можно говорить, что он должен получать или пенсию, или зарплату только в одном случае если он является бюджетным работником то есть если он получает деньги или с госбюджета, или с коммунального бюджета тогда совершенно правильно человек, который получает деньги и на пенсию, и на зарплату с одного бюджетного источника он, конечно же, должен определиться какой источник он выбирает или с пенсию получает с госбюджета или же зарплату с коммунального или госбюджета, но пенсию он получать не может. Ни как государственные служащие, ни просто как пенсионеры. Сегодня они получают просто как пенсионеры, работая в госорганах, они получают просто пенсию, и с другой стороны они получают заработную плату с одного источника бюджета. Вот здесь Рева прав. Что же касается в целом, то что надо говорить? Что если человек работает, пенсионер, но работает в частном секторе и не получает никаких денег с госбюджета, то он естественно, у него никто не имеет права отбирать заработанную у него пенсию. Потому что эта пенсия на сегодняшний день выросла из тех отчислений, которые он делал. Это первое. То есть то, что предлагает Рева, Гройсман, соответственно Порошенко и прочие братня, оно, конечно же, недопустимо в том виде, в каком они хотят это сделать с миллионами людей, работающим не в государстве, не получающим деньги, не за счет госбюджета. Что надо сделать? Надо идти дальше по персонификации, соответственно, денег, которые человек откладывает. Что такое пенсия? Это накопление в будущее, это социальное накопление в будущее. Есть несколько условий, чтобы эта модель могла работать. Первое условие – не должно быть ни в коем случае обесценение национальной валюты. Денег не должно быть. То есть девальвация недопустима, если мы хотим создать персонифицированную модель создания накоплений для социального будущего в виде людей, которые вышли уже, утратили основную часть своих трудовых качеств и не в состоянии в полном объеме восстанавливать свою рабочую силу ни физически, ни духовно, социально и морально. Что это означает? Надо ликвидировать солидарный пенсионный фонд, который абсолютно не выполняет свою функцию. Надо разрешить людям самим определяться, он хочет иметь модель пенсионного накопления или не хочет. Он будет таким образом откроет социально-пенсионный счет в банке или не откроет. То есть надо ликвидировать как таковую модель получения от государства пенсии. Есть много стран, в том числе, например, Китай и другие, где эта модель отсутствует. Я думаю, для Украины это первый шаг, который надо сделать. То есть люди должны самостоятельно решать, они будут это делать или нет. Это первое. Возникнет вопрос, а что делать с теми, кто уже на пенсии или кто десятилетие туда деньги отчислял? Надо посчитать для тех, которые еще не пенсионеры, то есть сколько денег они по какому курсу отчисляли в эти фонды. И надо открыть, соответственно, людям счета в банках. Но надо принять такое решение, что эти счета будут индексироваться на уровень девальвации национальной валюты. Потому что любая девальвация – это инфляция, обесценение денег и так далее. Деньги надо привязать, в данном случае эти накопления надо считать лучше всего Special Draw of Rights. Это так называемые специальные права запозничения. Это безналичная валюта, валюта Международного валютного фонда, так называемая кошековая валюта, состоящая из пяти валют. Это американский доллар, евро, это иена, фунт и китайский юань. Для молодежи, те, которые впервые идут на работу и заводят трудовую книжку, открывают свой трудовой стаж, это должно быть чисто их личный выбор, свобода, будут они это делать в каких-либо... Можно создать специальные гарантированные фонды для этого, у меня все это разработано в моей модели, и можно специалистами это конкретно обговаривать. Что же касается тех, которые получают пенсию, где брать источники, если будет отменено социально-пенсионное страхование, я думаю, тоже не проблема. Для этого есть облэнерго, которые надо вернуть в национальную собственность, для этого есть рудники, те же рудных ископаемых, для этого есть газ, нефть и так далее. То есть есть очень много трубопроводный транспорт, то есть есть очень много прекрасных ликвидных ресурсов, которые создают огромное количество прибавочной стоимости, и которые спокойно покроют на сегодняшний день как раз деньги для тех людей, которые вышли на пенсию, для того, чтобы можно спокойно им было эти деньги сегодня выплачивать. Вот такая модель предлагается, и для обсуждения, для того, чтобы люди понимали, как их хочет нынешняя власть снова облапошить, и чтобы не давали возможности этим банде, которая сегодня захватила власть, это сделать. И ченнелы опер на кожному сантиметре. Надо, вот только Рева выступает, надо сразу, чтобы вы включались в полемику, чтобы вы говорили, давали точную его характеристику вместе с Гройсманом, вы немедленно требовали его отставки и ареста вместе с Гройсманом, и немедленной отставки и ареста Порошенко. То есть люди, вы должны сопротивляться, потому что если это группа людей, группа вот этих существ, которые едят больше, чем они вообще могут вообще съесть, вы же видите на их лица, посмотрите на их размеры, то они нас всех сожрут, поэтому надо в конце концов не давать им этого делать. И не надо молчать, есть соцсети, есть другие информационные источники, надо, чтобы они в конце концов замолчали, мягко говоря, чтобы они даже пикнуть не могли. Для этого надо просто, как знаете, когда идет охота на волка, на медведя, их надо обкладывать со всех сторон, чтобы они захлебнулись в своей той блевотине речевой, которую геноцид они нам готовят, чтобы даже их эта муть, которая выходит с этих недоразвитых мозгов, даже близко не появлялась в информационном пространстве. Благодарю за внимание, поддерживайте канал, потому что ваша поддержка очень важна с точки зрения того, чтобы мы понимали, что то, что мы делаем, это полезно для вас, для общества, и что мы все вместе только таким образом можем выстоять в борьбе с государством стационарного бандита, Гройсманов, Порошенок и Рев прочих.